сегодня будем говорить про сырье в контексте сравнения с девопсом платформ инженеринг тиль меня зовут сергей короткевич я занимаюсь администрированием оперированием консалтами последние 20 лет я руководитель курса и сырье вот уж у нас будет 4 поток и хотелось бы рассказать немножко о том что будет примерно происходить сегодня мы поговорим в целом про отус будет несколько тем у нас вы им про команду курс кто преподает о курсе программ обучения немножко карьерной информации которые собрали по поводу вакансии которые есть на сегодня на рынке по сырье мы хотелось бы получить от вас в конце какой-то отзыв насколько это было полезно и как чтобы хотели еще узнать какой-то возможно дополнительную информацию получить какие-то ссылки и так далее хотелось бы чтобы все участвовали активно писали вопросы в чат чат синхронный проверять его буду что и какие-то два-три слайда вот если вопросы на текущий момент давайте посмотрим давайте сразу чтобы немножко размяться кто не знаком с отусом кто хочет узнать подробнее что такое отус в целом какие-то возможно есть вопрос не касаемая сырье курс когда краткое введение миссия отус это образование для того чтобы улучшать качество жизни отус имеет образовательную лицензию соответственно курс это программа повышения квалификации можно получить соответствующие документы после того как вы успешно пройдете курс критерий для курса можно прочитать на лендинге вот курсы разработаны опять же наш курс пример он актуальный у нас было три потока он пересматривается соответственно после каждого потока базируясь на отзывах и базируясь на каких-то новых технологиях и софте которые появляются добавляются лекции перестраиваются лекции меняются лабы первый поток у нас например был с лабами на виртуалках сейчас мы уже переходим больше к мини кубу на стану могу удобнее мы мониторим рынок и более-менее пытаемся выходе получать каких-то начинающих специалистов которые будут востребованы для этого всего большая преподавательская база то есть у нас будет буду не только я читать курсы будет еще несколько преподавателей опять же можно обратиться к другим преподавателям и обсудить какие-то моменты уже пять лет на рынке больше 16 тысяч студентов прошли через курсы сделано более сотни программ образовательных больше 900 групп кроме этого с нами работают партнеры которые с одной стороны меняют содержание курсов чтобы они больше соответствовали тому что им нужно и также они предоставляют какие-то рабочие места для студентов которые добиваются успехов могут быть рекомендованы к партнерам и так далее опять же о них можно почитать на сайте есть ли вопросы касательно отуса будем переходить тогда к теме урок опять же то есть если появляются какие-то вопросы пиши если вопросы появятся после того как пройдет эфир можно написать по контактной информации там будет опять же ссылка на курс в конце если может быть посмотреть говорим про серия это см его платформа инженерик в сравнении кто-нибудь возможно имел дело с из этого списка кто может кратко рассказать например что такое сырье что такое платформа инженеринг какая цель это см хотелось бы получить какую-то обратную связь насколько эти слова термины вам знакомы с один из человек в аудитории насколько я вижу хотелось бы понять уровень тсм это в общем-то процесс менеджмент войти обеспечивать доступность да мы в принципе говорим о доступности но в целом здесь вопрос даже не в доступности а в управлению доступность это одна маленькая часть в управление системно то есть как бы система есть несколько измерений в которых система измеряется да то есть недоступность это важная часть но опять же может быть существовать системы которые доступность играет играть и настолько например критическую роль как производительность надежность хранения данных либо стоимость функционирования системы и так далее если это практики девопса закону разработку нет света свои как бы тема каким-то образом это перекликается девопса мы сейчас об этом поговорим там очень много похожего но в первую очередь конечно это практики да то есть девопса у нас идея да сейчас все сравним как она выглядит я после вебинара сможете более четко ответить на вопрос понять нужен ли вам если подход узнать каким образом строится operations сегодня и выбрать какой-то вариант который подходит для вашей организации наш курс и сырье он заточен на практику да то есть мы подходим со стороны организации работа системы да то есть operation курс есть два основных подхода то есть сырье это программисты которые делают operation и не другой подход что operation это сырье это штука которая делает operation новыми инструментами мы вот наверное больше 2 подхода от этого сейчас об этом все поговорим цели и меры успешности разных фреймворков да у нас есть наверное на сегодняшний день фреймворк и которыми мы пытаемся решить проблему управления нашими системами да то есть у нас этиль самый старый наверное здесь в списке DevOps SRE платформы engineering да то есть у нас есть различные основные цели этиль появился и продолжает свое развитие для того чтобы управлять сервисами да то есть мы в принципе оперируем сервисами там и все крутится вокруг них DevOps рождался как идея сотрудничества между командами разработки и эксплуатации да даже в имени DevOps Developer Operation основная цель DevOps подхода это сотрудничество настройки этого сотрудничества да SRE мы управляем надежностью сайт Reliability Engineering прям в названии есть у нас Реабилити надежность системы и платформу engineering мы создаем какой-то продукт платформа создаем управляем этим продуктом то есть четыре абсолютно разных подходов как мы определяем что тот подход который мы выбрали он успешен в рамках нашей компании и он действительно помогает нам достигать бизнес цели и тель оперирует метриками SLA и удовлетворенности клиента работаем которые работают сервисами DevOps говорит о том что у нас есть какой-то процесс построенный об этом будем говорить позже да то есть мы период частотой развертывания например насколько быстро мы можем получить наш релиз на продакшене после того как мы вносим изменения в код насколько сокращается время от остановки задач до появления функционирующего кода в продакшене и МТТР время до восстановления в случае того что случилось опять же косвенная косвенная метрика функционирования этого пайплайна SRE у нас есть в целом это за кадром да то есть нету каких-то основных метрик но это поскольку мы управляем надежностью у нас это надежность которая может быть проходить доступность например либо масштабируемость и для платформ инжиниринга то есть опять же мы не оперируем какими-то прямыми метриками успешности мы говорим о том что платформа помогает нам быстрее выводить наш продукт на рынок и мы можем быстро изменять нашу платформу варьируя и изменяя ее под нужды тех организаций которые ей пользуются внутри компании и соответственно каждый фреймворк имеет свой подход то есть у нас в утили инциденты все крутится вокруг инцидентов изменений то есть мы управляем инцидентами что такое управление там есть целые процессы построенные которые можно в фреймворке прочитать проблемами инциденты проблемы изменения то есть мы считаем что если мы построим процессы которые помогут нам это делать мы решим значит нашу проблему в проведении сервиса это не всегда так потому что кроме замечательных процессов всегда случается что-то неожиданное то опять же это варианты девопс непрерывная интеграция мы делаем CI CD у нас есть какие-то выстроенные пайплайны в них попадает код проходит через пайплайны этапы и попадает на то место где он будет исполняться доставка и диплой сырье мы определяем индикаторы цель уровня сервиса и индикатор уровня сервиса определяем бюджет ошибок смотрим на поведение индикаторов смотрим вышли мы за бюджет ошибок и в зависимости от этого мы уже каким-то образом изменяем то что мы делаем с системой платформа инжиниринг опять же самообслуживание в первую очередь да то есть мы стремимся к тому чтобы люди могли исполнять их задачи не привлекая специалистов из платформ хима автоматизация и мониторинг есть ли вопросы так презентация в принципе нужно быть на весь экран если вы хотите открыть презентацию в самом окне live digital можете два раза кликнуть и у вас появится слева наверху кнопка full screen и вы нажимаете там кнопку full screen и он разворачивается на весь экран насколько связаны с ре платформы инжиниринг они связаны исторически да то есть в принципе все развиваются фреймворки сейчас более-менее параллельно и теле развивается и девопс развивается вводится вводится какие-то новые идеи да вводятся новые индикаторы вводится дополнение там дефсикопс например ну который добавляет там security shift left и так далее сырье опять же внедряется сейчас в сырье очень большое количество интерпрайза приходит и востребовано это все платформы инжиниринг достаточно новый подход ну насколько они связаны то есть в принципе люди смотрели на то что чего они добиваются при помощи сырье подхода например и они поняли что в их условиях это не очень хорошо работает но идея постройки платформы в их условиях работает лучше но опять же тут очень сложно сказать что например платформа инжиниринг будет хорошо работать у вас если вы привыкли разрабатывать продукты то возможно у вас будет хорошо работать если вы привыкли оперировать системами ну возможно и сырье будет лучше подход опять же люди в индустрии переходят из компании в компанию и приносят какие-то функционирующие решения да то есть та же самая автоматизация это ключевой момент для всех феймворков то есть в том же и теле у нас есть автоматизация она там может быть на уровне немножко другом да то есть там на уровне управления изменениями автоматизация но все равно это ключевой момент где в общем автоматизация через пайплайн и в сырье у нас автоматизация через там ранбуки например платформы то есть там уже целый тулсет создается вот надеюсь ответил на вас вопрос Александр когда мы говорим про какие-то внедрения фреймворков фреймворк это какой-то большой набор техник и правил которые меняют существующую культуру инженерную культуру в компании и мы всегда упираемся в людей здесь мы всегда упираемся в какие-то ценности которые проповедуются как компанией так и инженерными отделами и упираемся в культуру которая есть то есть чем отличается например этиль девопс среди платформов в культуре то есть мы уже говорили о том что цель у нас управление сервисами и подход этиля ориентация на процессы мы в принципе очень хорошо работаем в каком-то регламентированном окружении с этилем это компании какие-то которые сертифицированы например по 27.01 и со там компания в которых есть регуляторные какие-то ограничения да у них есть серьезный процесс выход за этот процесс карается какими-то карами государственными возможно там либо штрафы там приходят и так далее то есть ориентации на процессе им просто им проще разговаривать ориентируясь на процесс да то есть ценности это у нас стабильность и контроль любой изменение в системе у нас воспринимается негативно любое изменение которое проходит вне какого-то контура контроля оно воспринимается негативно каким образом строится команда у нас есть различные отделы внутри компании которые там занимаются тем что обрабатывают управляют изменениями либо обрабатывают инциденты схема более-менее всем знакома и понятна и вопси он был ориентирован на сотрудничество операторов и разработчиков соответственно культура которая взращивается в девопс либо должна взращиваться что не всегда работает это ориентация на сотрудничество любое как бы внедрение девопса оно обречено на провал если части компании которые должны работать вместе не хотят этого делать и это основная проблема то есть которая есть в девопсовом ворке да то есть подход к ценностям мы все еще помним по стабильность но мы добиваемся стабильности через непрерывное улучшение у нас настроены какие-то пайплайны мы считаем что если мы будем постоянно проходить через пайплайн то рано или поздно у нас ситуация улучшится и система станет более стабильной у нас поощряется экспериментирование то есть экспериментирование стабильности оно находится более-менее на разных концах одной шкалы и опять же там контроль над экспериментами тяжело себе представить каким образом организовывается структуру команды здесь то есть у нас есть кросс-функциональные роли то есть у нас в нашей команде присутствуют специалисты которые могут решать все в идеале все либо как можно ближе к этому идеалу связанное с задачей если у вас есть задача например запустить какой-то сервис который должен быть доступен по сети у вас должен быть внутри большой компании где там интегрированная у вас должны быть специалисты которые могут разобраться с программной частью которые могут разобраться с инфраструктурой которые могут пробить какие-то барьеры бюрократические и люди которые могут там решить вопросы сетевые для того чтобы связать все это вместе то есть кросс-функциональные роли не только у нас там сидит линукс администраторы ну и там программисты и так далее СРЕ опять же мы ориентируемся на надежность и мы достигаем этого в том что мы учимся на наших ошибках то есть у нас есть ошибки которые возникают в процессе работы системы мы их анализируем через действенный цикл таким образом настраиваем нашу среду организовываем эту среду что мы получаем возможность учиться на ошибках через мониторинг через создание плейбук через с постмортами и вот основная ценность это то что мы улучшаем качество сервиса не замалчивая ошибки и извлекая из них какой-то опыт может быть СРЕ внедряться как отдельными СРЕ командами как раньше была команда администраторов операторов сейчас будут СРЕ командами либо отдельные СРЕ инженеры которые работают уже на курсе будем рассказывать какие схемы существуют то есть это могут быть инженеры которые работают над проектом на нескольких проектах и так далее и платформа ориентируется на продукт очень важно понимать что платформа инжиниринг результат работы платформа инжиниринга это продукт то есть это не надежность это не процессы это какой-то грубо говоря коробка которая будет использоваться да то есть опять же у нас гибкость в первую очередь что продукт должен позволять добиваться тех целей которые у нас сегодня завтра цели другие соответственно он должен меняться вот и это самоорганизовывающиеся команды в котором тоже есть пока вопросы насколько это эффективно работает но вот самоорганизация это подход к структурам есть ли вопросы соответственно поговорили как это выглядит разница у нас в подходах производительности надежности и обратной связи мы говорили про то что цели теле у нас здесь это ориентация на процесс мы говорим про управление мы управляем производительностью через процессы ее отслеживаем через мониторинг и это то что у нас есть в утиле в девопсе мы считаем что если мы строим пайплайн и этот пайплайн работает хорошо то мы сможем в процессе этого улучшения постоянного адаптировать систему к изменяющейся окружающей среде в СРЕ у нас есть цели уровня сервиса мы для системы или частей системы определяем насколько хорошо должна работать эта часть системы во многих параметрах да то есть доступность производительность стоимость и так далее у нас есть какой-то уровень которым мы договорились вместе с бизнесом с разработчиками с операторами и у нас есть бюджет ошибок всегда то есть мы знаем что у нас в любом случае ошибки будут случаться и мы отслеживаем насколько много у нас ошибок за период времени и базируясь на этом показателе мы увеличиваем количество изменений либо уменьшаем количество изменений в системе либо адаптируем эту систему каким-то образом в том числе и через изменение уровня сервиса платформа как продукт то есть опять же подход как к продукту то есть мы тестируем насколько она масштабируется но при этом опять же у нас нету подходов с теми же бюджетами ошибок да у нас нету требования что там должна быть непрерывная интеграция всего у нас нету каких-то прогнозов по производительности ну мы тестируем и выдаем какое-то показание о том что у нас вот наша платформа таким-то образом масштабируется может обрабатывать какую-то нагрузку надежность в ЭТИВе например это насколько система устойчива к ошибкам дизастер рекавери восстановление после сбоев процессы опять же у нас есть какой-то процесс восстановления системы после сбоя к которому мы проходим как по чекристу в девопсе у нас вводится хаос инжиниринг то есть мы за счет того что у нас непрерывная интеграция мы в принципе можем быстро проверять реакцию системы там как она отзывается на изменения в ней можем отключать части системы и смотреть насколько у нас закрывается кодом эти ошибки которые возникают в случае отключения чего-то неожиданного и если значит у нас возникают проблемы мы быстро их решаем и выкатываем дополнения и опять же то есть эксперимент это основной подход да у нас в девопсе поэтому подходит надежности проходит именно через эксперимент через каос инжиниринг в СРЕ у нас есть индикаторы уровня сервиса то есть у нас есть цель уровня сервиса которые говорят о целевых показателях и у нас есть индикаторы то есть действительные показатели о том насколько хорошо функционирует система в настоящий момент и как только эти целевые показатели начинают изменяться значит соответственно у нас начинаются какие-то изменения в системе то есть там планово-непланово инициируется на основе показателей индикаторов сервиса и опять же процесс управления инцидентами у нас такой же ну по теле он тоже есть процесс управления инцидентами и значит в СРЕ он присутствует то есть у нас там есть пласт радиус насколько мы изолируем части системы где возникают инциденты там дополнительные контуры брейкеры и так далее для платформ инжиниринга опять же disaster recovery автоматизация везде disaster recovery мы надеемся на то что платформа как продукт восстанавливается после любого сбоя то есть фактически мы переходим обратно к идее mobile infrastructure на платформе обратная связь то есть в утиле поскольку у нас процессы у нас приходит план план улучшения сервиса и соответственно есть если у нас выясняется что у нас есть какие-то проблемы они попадают в план и по этому плану вносятся изменения которые отслеживаются и происходит постоянно улучшение этого сервиса и вовсе у нас это эксперимент то есть у нас мы проводим эксперимент смотрим улучшилось хорошо не улучшилось откатываем эксперимент и обратная связь пользователей то есть тренируемся на реальных пользователях то же самое б-тестирование техники которые используются в рамках фреймворка в SRE у нас тоже есть обратная связь да у нас есть feedback loops действенные циклы как у нас Microsoft их обзывает в плане девопса и у нас есть новый элемент который называется blingless посмотрим поскольку мы считаем что ошибки это абсолютно нормально и они будут в любой системе и мы на них учимся то соответственно инструмент анализа любой ошибки пытаются найти причину этой ошибки и исправить причину потому что ошибка не является проблемой у нас для ошибок есть бюджет пока мы в бюджете это вообще не проблема а как только мы вылетаем из бюджета это значит что мы построили систему которая в общем-то не соответствует целям показаниям нам ее надо каким-то образом перестраивать в общем-то этот процесс абсолютно позитивный платформа джиниринг то есть у нас мы говорим о продукте соответственно у нас для продукта важно что у нас важно исследование пользователей исследование каким образом они используют платформу и базируясь на информации каким образом платформа используется меняется ее поведение то есть вносится новые механизмы исправляются там какие-то проблемы по нагрузке и так далее есть ли вопросы подходит к управлению информации то есть в этиле мы говорим про ассеты то есть у нас есть какие-то части системы которые определенным образом собраны и мы меняем их поведение скажем так конфигурацию да то есть в опять же процесс процесс управления в вовсе мы опять же упираемся на диплой то есть диплой автоматизирован деливери и мы стараемся инфраструктуру писать кодом и работать с инфраструктурой так как мы работаем с кодом то есть ревью проводить тестировать инфраструктуру изменения в каких-то санбоксах и так далее в мы считаем что если мы обращаемся с инфраструктурой как с кодом за счет того что у нас есть пайплайн который настроен мы сможем быстро внести изменения внести в инфраструктуру если если у вас индикаторы цели уровня сервиса на месте то в принципе все хорошо но опять же да то есть автоматизация приветствуется как минимум потому что намного проще избежать ошибок если вы делаете там toolset для выполнения каких-то административных функций да ну опять же при принятии решений по инфраструктуре оно происходит базируясь на показателях текущих сервисов будете ли вы разворачивать что-то изменять инфраструктуру то есть если вы ушли за предел бюджета ошибок вы в принципе уже не будете скорее всего вносить дополнительных изменений платформа инжиниринг опять же то есть автоматизация в первую очередь меньше обращается внимание на то каким образом мы отслеживаем то есть почему я например считаю что платформа инжиниринг это в какой-то мере шаг назад мы опять же вернулись к дем о том что мы сделаем какой-то продукт который будет всех устраивать но опять же мы почему-то не говорим о том о том что случится day day 2 то есть когда мы задеплоим его и реальные пользователи начнут работать на платформе мы почему-то не не думаем о том вот каким образом там будут происходить какие-то процессы да то есть как мы будем отслеживать что у нас инфраструктура развернулась действительно такая какая нужна из нашей автоматизации и так далее да то есть опять же там в общем темы с автоматизацией и оркестрацией которые были отработаны где вовсе по конфигурациям для теле у нас была конфигурационная база 7db в которой мы должны были обращаться и доставать оттуда конфигурацию для наших асситов и соответственно изменения которые плотно связаны и сейчас они используются плотно связаны с базой данных конфигураций где вовсе у нас есть инфраструктура как код и в принципе конфигурация как код то есть мы используем все закодированное можем вот смотреть изменения в конфигурации через систему контроля версии да у нас есть continuous improvement continuous deployment continuous integration да то есть все эти процессы они применимы как к коду так и к управлению конфигурациями да конфигурация к коду в sre в принципе то же самое да у нас есть конфигурация есть их версионирование мы можем откатиться к предыдущим версиям конфигурации и у нас есть пайплайны которые соответственно изменения конфигурации доставляют все те места которые они должны быть да то есть платформы инжиниринге больше уделяется внимание именно консистенции платформы но в принципе как это целостность системы в плане гомеостаза да то есть резистности к каким-то внешним изменениям это важно и там для сырье и для девопса но опять же в платформы инжиниринге это основная идея то есть система должна находиться в каком-то desired state вне зависимости от того что происходит и к этому как бы все стремится но опять же управление конфигурациями конфигурации код используется разница в подходе к автоматизации в утиле мы управляем сервисами и автоматизируем процессы есть какие-то листы мы их автоматизируем по мере сил в девопсе мы много говорим про пайплайны и инфраструктуру как код и реализация этих двух столпов делает возможным наш девопс проход то же самое более-менее в сре инфраструктура как код автоматизированные деплои ранбуки которые закрывают то что в общем-то относятся не к коду не к инфраструктуре а какие-то там высокоуровневые вещи да то есть возможно взаимодействие различных отделов дополнительные тестирования внешние получение информации из баз о поведении извлечения там не знаю пилинговые информации воронки продаж и так далее все это в принципе в ранбоках есть платформа инжиниринг опять же то же самое то есть автоматизация у нас фактически не изменяется между всеми фреймворками мы стремимся к тому чтобы более-менее автоматизировать все те процессы которые у нас есть внутри системы подход к мониторингу в эти управляем событиями на системе возникает события инциденты и так далее мы отслеживаем производительность системы принимая об этом решение развития в девопс у нас есть сборка основной информации то есть у нас есть метрики из различных как харда так и софтовые пайплановские тандора и так далее собираем логи для того чтобы обеспечить более простое работу для разработчиков чтобы понять что именно происходило в системе ну в принципе на этом все остановилось в сырье у нас появляется абсурмабилити на абсурмабилити это идея что есть какая-то большая база информации о поведении нашей системы телеметрии в которой мы можем задать какой-то вопрос который мы не всегда знаем в момент разработки этой системы но мы знаем что мы можем задавать разные вопросы и получить ответ о поведении системы в настоящем либо в прошлом у нас есть бюджет ошибок то есть мы мониторим в целом ошибки и в зависимости от уровня этих ошибок мы меняем как поведение системы так и наши операции системы то есть мы например можем перестать деплоить если у нас слишком много ошибок и начать решать эти проблемы либо там изменять инфраструктуру в общем бюджет ошибок позволяет нам работать именно с операционной информацией в девопсе опять же то есть операционная информация она кем-то собирается кем-то не собирается ну вот в подходе в основном этого нет мониторинг уровня сервиса и индикаторов уровня сервиса опять же мы получаем какие-то синтетические индикаторы не только метрики собираемые с машин но какие-то индикаторы которые включают в себя множество метрик логически преобразованных имеющих смысл не только для технологической части но и для бизнес части это в принципе основное отличие между девопсом и среди здесь платформа инжиниринг опять же то есть у нас стандартные метрики метрики трейсы логи логи наверное меньше но open trace стараются сделать управление IT в IT ли мы управляем изменениями и соответственно основная идея это управление рисками то есть у нас есть какое-то понятие какие у нас есть риски в системе и мы стараемся держать их на приемлемом уровне об этом весь тирь у нас и управление изменениями это один из способов делать это в девопсе у нас есть полиси для нашего кода то есть мы пишем какие-то полиси которые говорят какой код у нас хороший какой код у нас плохой мы возим опять же NFR не функциональные требования кодируемых тоже как полиси и и базируясь на это предположение мы считаем что вот если у нас хорошо закодированы полиси там при хуки например то что ограничивает возможность коммитить что-то в гид и полиси которые проверяются в нашем пайплане там если брать на примере дефсикопса то есть у нас там есть статик анализис динамик анализис у нас есть тесты у нас есть полиси там через non-functional requirements и так далее через OPA open policy и все это в принципе подходит именно к управлению тем что происходит то есть мы работаем с кодом мы считаем что все вокруг у нас код и соответственно управление является задвигаться именно в сторону управления кодом здесь в СРЕ мы управляем уровнем сервиса мы определяем уровень сервиса который нам нужен и базируясь на этом уровне мы проводим любую активность то есть если у нас уровень нас устраивает то в принципе нам делать ничего особо не нужно да то есть если уровень нас не устраивает мы можем его решать там либо в инфраструктурном направлении либо изменение кода как кода приложения так и кода там инфраструктуры через через балансировку скалирование переписывание там workflow изменение реакции на инциденты да там изменение обработки ошибок и так далее в общем мы управляем именно насколько хорошо мы предоставляем этот сервис мы не упираемся в код мы не считаем что у нас система это только код система у нас это не только код но и все что ее окружает что позволяет исполняться платформа тут у нас как бы основные проблемы которые у нас возникают это безопасность как обычно это соответствие требованиям которые у нас выставляются пользователями платформы compliance и соответственно регуляторные требования которые ограничивают те вещи которые мы можем делать на платформе по различным причинам то есть они в принципе есть на фоне и у Сергея в DevOps подходе но как правило там что-то сбоку приходит там либо security там либо опять же compliance отдельно он не включается в сам подход и среди там и девопсов формы опять же это все часть есть ли вопросы да О11 это observability двигается в сторону общепринятого сокращения для observability ну посмотрим станет ли оно таким как k8s у нас это kubernetes u11y у нас это observability технический сленг в последнее время и так если мы внедряем каждый из подходов основной вопрос у нас что же у нас случится там в первый в первый день во второй день и в третий день да и вот здесь наиболее ярко видны отличия между подходами вы можете достаточно просто их применить на свою компанию либо либо на свой опыт работы и посмотреть что сработало бы а что не сработало потому что нет у нас золотой нет у нас такой пули которая везде поможет вылетели мы упираемся в процессы если ваша организация хороша в процессах то возможно далеко ходить не надо все понимают как работать по процессам и установление процессов управления сервисами это первый этап через который проходит IT для сравнения в девопсе то есть у нас мы всегда говорим о культуре в ИСРЕ в принципе говорим о культуре которая меняется на ИСРЕ инженерная культура это основной подход на данных то есть мы принимаем инженерные решения основываясь на данных в ИСРЕ получаем данные о нашей системе там с обсервабилити либо из каких-то других источников и мы соответствующим образом действуем то есть это культура то есть во-первых мы основываемся на данных и во-вторых мы действуем то есть невозможно внедрить ИСРЕ если вы не не действуете то же самое в принципе в девопсе то есть в девопсе должен случиться именно культурный переход культурные изменения то есть должны быть не различные отделы а должны быть сотрудничающие отделы и дальше девопса есть перешет смыслы и должен быть эксперимент процесс эксперимента опять же они на разных сторонах находятся есть там специальные окружения в которых эксперимент это тоже как бы процесс то есть целая индустрия в которых эксперимент это нормально да научная индустрия и так далее но не везде так да то есть часто процесс эксперимента это две разных два разных таких момента и соответственно без изменения культуры его в принципе можно на этом останавливать и ИСРЕ то есть в ИСРЕ там внедряются роли и обязанности в ИСРЕ то есть там то же самое культуру культурное культурное изменение и платформа то есть это то же самое изменяется культура здесь в ИТИЛе мы можем в принципе жить как мы жили в компании появляются новые процессы все остальные фреймворки хотят чтобы вы там обратились в их религию в той или иной сирии в глубине да но опять же там можно делать миксы там в ИСРЕ платформы там есть опять же в ИСРЕ платформенные команды которые работают в ИТИЛе следующий этап это внедрение практик то есть у нас есть процессы и мы начинаем значит по процессам делать циклы когда мы в какой-то момент смотрим а что же почему же у нас вот это происходит постоянно и вносим изменения мы опять же вводим цикл изменений которые приводят нас к улучшению системы происходящей в ДИВОПСе то есть мы переходим к инструментарию то есть у нас есть какая-то культура мы договорились мы сотрудничаем теперь значит ну сотрудничаем что мы делаем мы пишем инструмент то есть мы пишем какие-то пайплайны как правило добавляются какие-то линтеры добавляются сборки инструменты тестирования выкатки на на тест на провод откаты и так далее то есть все это инструментарий без которого ДИОПС тоже не будет работать у нас в нашей инженерной культуре перекос в инструментарий да то есть многие культуры они заточены на процессы то есть например та же самая Германия здесь очень много процессов множество вещей происходит как там какой-то пайплайны бумажки да не влево не вправо не выйдет но у нас вот наша культура она как-то меньше ориентируется на процессы но при этом очень люди много внимания уделяют инструментам которые не работают и часто пытаются инструменты там использовать либо бездумно использовать новые инструменты либо там упираются в какой-то один ну опять же это баланс все и вполне можно применять различные инструменты и практики и балансировать между культурой и инструментами в СРЕ второй этап это разработка совместная с заказчиками то есть не только СРЕ там сами себе сели посидели и нарисовали красивые цифры как это обычно бывает они поговорили действительно с теми людьми которые пользуются этой системой и теми людьми которые оплачивают все это шоу и вместе пришли к какому-то выводу о том действительно ли нам нужна система которая работает 99,9 и она будет стоить 10, 20, 30 тысяч долларов в секунду либо может награничиться какими-то реалистичными цифрами которые позволяют нам действительно достигнуть того чего хотят те клиенты которые будут этим пользоваться то есть разработка этих индикаторов это по сути договор между бизнесом инжинирингом и клиентами конкретными заказчиками системы в платформе опять же то есть мы возвращаемся шаг назад к этому всему да то есть мы опять же упираемся в инструменты то есть опять же это как бы немножко больше имеется в виду то есть мы не просто берем какой-то набор инструментов а предоставляем интерфейсы работы с платформы да то есть и эти и обеспечение работы внутри платформы опять же процессы там появляются опять же на мой взгляд это откат назад потому что в СРЕ мы наконец-то начали думать о том что мы действительно делаем и зачем мы это делаем и как мы будем это обслуживать и действительно ли получившаяся система та система которую мы все хотим вот при этом в платформу мы опять выкатываемся обратно к тому что мы думаем что если мы вот действительно наконец то мы напишем такой софт который всем будет удобен и понятен ну результат немножко предсказуем мне кажется здесь и качество этого инструмента и платформы будет также ограничено но при этом мы не задумываемся о том каким образом мы будем обслуживать их то сети этого вряд ли будет опять же если этим будем программисты заниматься в утилии далее мы внедряем пять инструментов да то есть после того как мы строили процессы после того как мы настроили фидбэк-клуб мы начинаем внедрять инструменты которые автоматизируют то что мы уже написали у нас есть уже написанные процессы и мы начинаем части этого автоматизировать в девопсе примерно то же самое да то есть мы автоматизируем фидбэку да то есть мы автоматизируем пайплайны и как только у нас появляется ошибка в пайплайнах меняем его меняем код перезапускаем и так бесконечно до тех пор пока эта система не начинает работать так как мы считаем достаточно для для нас в данный момент да в СРЕ кроме того что у нас есть уже распределенные какие-то роли индикаторы мы начинаем ориентироваться на то что нам нужно действительно получать инструментарий и настраивать процесс таким образом чтобы мы учились на том что происходит ошибки в любом случае будут и мы должны постоянно работать над этими ошибками чтобы улучшать качество систем ну либо возможно получать какие-то новые вводные обсуждать их с бизнесом говорить что вот ну вот так у нас не получается потому что это например у нас нету достаточно мощных разработчиков и вот так у нас не получается потому что мы не можем таким образом администрировать систему у нас нету хорошей поддержки нету коэффицированных операторов и так мы не можем у нас столько денег нет и ну все это непрерывно должно анализироваться и возвращаться для диалога с бизнесом в платформу инжиниринге это мы опять же упираемся в автоматизацию появляется интеграция с другими системами и теплое доставка нашего продукта в кемистане он уже должен работать есть ли вопросы по рискам у нас есть для интиля управление рисками то есть мы определяем какие у нас риски существуют и дальше мы пытаемся через внедрение определенных процессов управлять этими рисками мы понимаем что риски есть и каким образом мы подходим к их принятию это непрерывное улучшение то есть вот этот процесс который мы получаем какой-то набор инцидентов анализируем эти инциденты и по этим инцидентам запускаем процесс внесения изменений которые изменяют систему таким образом чтобы инцидент был инцидент по системе мониторинга у нас поменялась тема и у нас будет онколографана в курсе вот но по определенным причинам было решено что про графана мы не будем говорить на открытом уроке в курсе она будет окей девопс риски то есть у нас в принципе как как такового риск анализа в диопсе мне кажется не было никогда но сейчас у нас значит идет такое движение в диопсе как шифт-лефт на то есть мы когда пытаемся пытаемся внести security и compliance как можно раньше в разработку то есть идея такая что если специалисты security ужаснутся как можно раньше то еще будет время что-то изменить и не придется много переделывать в тот момент когда обычно security проверяют код с обычным тестирование проходит уже когда у вас выйдет есть выкачаны версии и они уже куда-то интегрированные они проходят там тестировать там не знаю сайтам либо сок что-то либо там пин тесты какие-то и тогда в принципе уже многие проблемы достаточно сложно исправить они либо архитектурные проблемы либо требует переписывания кода либо рефакторинга кода да либо используя там каких-то других приемов что требует серьезной работы если мы применяем подход шифт-лефт да то есть у нас security начинает быть включены в процесс разработку в процесс работы очень-очень первых этапов там на архитектуре приложение первоначально и поэтому мы считаем что риски в принципе понижать а то есть инфраструктура как код когда у нас все вся инфраструктура описана мы имеем возможность отслеживать дрифт разницу между те инфраструктуры которые у нас есть в реальности той которую мы описали это тоже как бы один из подходов то есть принятие рисков это мы стараемся культировать культуру да то есть культуру экспериментирования мы даем людям возможность проводить эксперименты без боязни убить все почему они не убьют все потому что у нас есть возможность быстрого отката и это собственно принятие риска опять же хаос инжиниринг периодически проверяет те вещи которые может быть не проверялись и смотри что происходит инженер который занимается хаос инжинирингом результат изменяет код в сырье опять же возвращаемся к бюджету ошибок подход очень простой да то есть если у нас в бюджете ошибок еще много всего тогда мы можем делать какие-то высоко искаланные вещи если у нас бюджет ошибок очень маленький то соответственно риск должен быть очень большой в наших операциях принесения изменений например либо там если мы делаем систему с высокой доступностью у нас бюджет ошибок соответственно маленький и соответственно мы делаем резервирование и так далее если у нас бюджет ошибок большой может быть там резервирование не нужно может быть там архитектура может быть определенным образом быть ориентированно не то что ориентированным не сильно страдать от простоев или недоступности части мощностей и так далее подход к принятию рисков то есть мы говорим что у нас отказы это абсолютно нормально до тех пор пока у нас отказов меньше чем у нас заложено в бюджете вообще все хорошо то есть мы можем делать что хотим системой как только у нас количество отказов выше чем то что на заложено в бюджете то есть у нас начинаются какие-то изменения в плане построения системы которые опять же могут включать не только техническую часть но и возможно бизнес финансы либо изменение кода изменение инфраструктуры и так далее опять же это намного проще обосновать потому что вы оперируете не какими-то отвлеченными понятиями как там вовсе например там новыми фичами там техническим долгом и прочим а здесь у нас конкретные цифры которые говорят что вот у нас есть количество отказов которые есть мы считаем что мы не видим стену таким образом и коллитуel отказов у нас уменьшится на либо например что нам нужно добавить резервирование ну緩iero так далее. Подход основан на работе с данными. В платформе инженерии, то есть опять анализ угроз для платформы, то есть анализ рисков и есть новый инженер и science architecture, устойчивая архитектура, которая в принципе описывает это все, каким образом нужно строиться архитектура для того, чтобы она была устойчивой и используется опять же старый добрый метабл инфраструктура для того, чтобы поведение платформы было предсказуемым. Вопросы? В общем, на этом у нас все. По теме у нас осталось немножко про вакансию. Анализ позиций, который был проведен на СРЕ. Это значит у нас информация за март для начинающих. В принципе, что про курс я могу рассказать, это если вы выполните домашние работы и вы выполните курсовую задачу, курсовое задание, которое там есть, то вы сможете быть уверенным чудом. Даже если вы пришли с операционным бэкграундом, по поводу насколько много времени это занимает. Статистика с прошлых курсов такая, где-то на домашку, от 6 до 8 часов курсовую работу люди затрачивали там 60-80 часов на курсовом. Плюс лекция есть, плюс есть дополнительный материал к лекциям. Как правило, это какое-то чтение, либо статьи там. Не вырезки из книг, глава из книг. Домашние задания. Домашние задания формулируются очень... То есть у нас нет пошаговых домашних заданий. У нас есть несколько лап пошаговых, там где, в принципе, темы сложные и код не имеет смысла большого писать. То есть на машинное обучение, например, и так далее. Но в целом задание формулируется, что там нужно написать приложение, написать код при его диплое. Приложение REST возвращает по URL на GET такой-то ответ, на POST такой-то ответ. И, соответственно, нужно его задеплоить. Там определенные есть ограничения, каким образом он нужно быть деплоидным. Потом следующий, например, домашка к этому же самому приложению, нужно добавить к нему метрики. В принципе, мы предлагаем Python, но, опять же, вы не ограничены ни в чем. Хотите там на своих каких-то языках писать, всегда пожалуйста. Тимго, там, Ruby, не знаю, если кто-то пользуется. Ну, идея там, чтобы у вас открывалось приложение. Потом вы несколько раз обращаетесь на URL и меняется количество метрик, сколько раз оно отобразилось. Потом, соответственно, нужно будет написать дашборд для домашнего задания после следующей лекции, когда мы пройдем мониторинг. И есть задания, когда там нужно составить схему и написать часть документации. Есть задания, когда нужно написать no-code pipeline. Есть pipeline, есть там no-code обработка данных, трансляция данных. Вот, ну, вот примерно такие задания. Они перекликаются с лекциями, но в лекциях обычно теоретический материал. То есть там нет такого, что там прямо пошаговые лекции. Если вы что-то не успеваете, по материалу всегда можно спросить преподавателя, либо просто попросить, чтобы объяснили. Но подразумевается серьезная самостоятельная работа здесь. То есть там даются вводные, там 40-50 слайдов обычно где-то 40-50 слайдов по теме. Тема там накрывает, например, автоматизацию, работу с текстовыми данными, работу с мониторингом и так далее. Вот. Что мы видели по зарплатам? Значит, медиана 110 тысяч. Сейчас у нас на SRE. Что ищут? Скриптовые языки. Четы-эмэйль. В принципе, как бы фронт и понимание о том, как это все работает. Понимание, как работает приложение в операционной системе, работа с линуксом. То есть у нас по линуксу у нас будет по командной строке обработка текстовых данных, перекладывание джейсонов, обработка джейсонов и так далее. Вот. В принципе, есть качап по линуксу. Если кому-то нужно, вы можете тоже пройти его. Понимание, как приложение взаимодействует с SRE. Это для трэблшутинга в основном, для поднимания виртуализации и так далее. Это опять же из вакансии. Типичная вакансия. Там от Тинькова, например, работа на уровне с админа. IT в целом, то есть кругозор. Обработка данных, что в принципе мы даем сети, что мы не даем протокол интернета. Мы будем более-менее работать с API. В целом, ну и все, что с этим связано, что они под протоколами подразумевают, я не знаю. РПЦ у нас ничего нет на курсе про это и так далее. То есть работа по сбоям у нас будет несколько лекций по трэблшутингу, по организации, работе на анколе, решение проблем автоматизирования. У нас по автоматизированию есть лекции по инфраструктуре как код. по ансибулу, по терраформу, по кубернетсу, в целом, про диплой. Как это все склеивать, хилм там и так далее. Про локод, нокод есть лекция и так далее. Про архитектурное общение с коллегами. Рассказываем про организацию, про СРЕ, да, что, как это работает. Про работу в команде тоже там есть две, наверное, лекции. Про организацию команд и про общение. ГИТ у нас есть качап по ГИТу, ГИТ-101. Но, опять же, прием домашних заданий в ГИТе. То есть домашка это коммит в REPA, в который можно запустить. То есть такой вот подход. Система мониторинга. Будем говорить про обсервабилити в целом. Графа на Прометеус Локи. Агрегаторы. Пройдемся в целом по обсервабилити по курсу. Здесь администрирование Linux, высоконагруженные. Будем рассказывать про то, как в целом архитектурная система работы. Ну, архитектура, работа с нагруженными системами. Подходы к этому всему и так далее. Про контейнеризацию будет, наверное, в контексте кубернется чуть. Панси будет целая лекция. Большая, достаточно. Мониторинг ЕЛК. В принципе, посмотрим. CACD про CACD у нас две лекции. По-моему, там приличная задача. Но опять же, я думаю, скорее всего, будете с этим работать в своих домашках. И если я нужен качап, опять же, можно обратиться. По вашу лекция одна будет в контексте обработки текста. Потому что с текстом очень много работать приходится. И про то, как трансформировать текст. Джейсон, YAML, туда-обратно. Вот это все тоже будет на срекции. В сети у нас вообще нет. Микрофана без вникания в Influx TB. В целом. Старт 29 марта. Открытый урок будет еще один в мае где-то. Можете на QR-код навести. Зайти на страничку лендинга, чтобы почитать в деталях. И еще один QR-код для опроса. Сейчас я скопирую еще ссылку. Курсовая. По курсовой. Курсовая у нас есть выбор темы. Курсовой работы. И два подхода. Либо выбираю я тему, либо можно приносить свою тему на курсовую. Сейчас я скину ссылочку на опрос. Либо вы берете свою тему, например, если вы работаете над чем-то, вам интересно посмотреть какой-то проект. Либо вы берете тему с работы. Были разные примеры. На прошлом курсе у нас люди прямо внедрили в своем проекте трейсинг. То есть у них была проблема с приложением. Мы там обсуждали на одной из лекций про трейсинг. Было интересно с человеком. Мы с ним пообщались. И вот они внедрялись и трейсинг внедрили. Мы были очень довольны, потому что прям очень сильно помогло проекту. То есть опять же курсовая будет в свободном формате. То есть будет какая-то инфраструктура целевая. И для целевой инфраструктуры, как правило, нужно создать либо определить уровень сервиса. Понять, что является сервисом. Какой у нас целевой уровень сервиса. Настроить сбор данных для observability. Таким образом, чтобы исходя из этих данных можно было судить о текущем индикаторе уровне сервиса. Настроить, соответственно, мониторинг и так далее. Соответственно, CI, CD, контроль версии там будет сто процентов. Потому что, во-первых, опять же, проект должен быть как презентация самого проекта и как код. То есть там то, что можно будет посмотреть, если вы внедряете не на своей системе. Опять же, да. Это стоит там другой разговор. Ну, опять же, то есть там должен быть pipeline. И в процессе курса мы будем рассматривать именно, как перейти к работе с ИСРЕ практиками в вашем контексте. То есть если вы практикующий профессионал и хотите попробовать ИСРЕ практики. То есть там будут прям пункты. Например, вы начинаете там с того, что у вас появляются репозитории для ваших утилит, для вашего кода, который вы используете для автоматизации. У вас появляются какие-то ранбуки, которые можно использовать для решения проблем по определенному образом и так далее. Ну, опять же, система мониторинга с точки зрения развертывания сейчас это все очень просто. У нас есть хорошо автоматизированные диплои для практически всех систем. То есть там развертывание же не составляет такой серьезной проблемы, но при этом серьезную проблему составляет интеграция этого всего дела в глобальный контекст. Не только технологическая интеграция, но и заставить людей этим пользоваться. Глубокий анализ IP и нетурук. То есть у нас будет лекция по трэблшутингу, но опять же, да, то есть вы должны понимать, у нас большое количество лекций, но при этом лекция с полтора часа. Мы сегодня разговаривали фактически ни о чем, да, то есть такой был очень высокоуровневой обзор, но при этом это заняло час, да. Представьте, что вы берете глубокую тему, например, да, то есть берем Ansible. У нас на Ansible, опять же, два академических часа. Рассказать про Ansible всего за два академические часа очень тяжело, то есть это фактически нереально. И, но за два часа, то есть вы можете получить какие-то основные направления о том, на что нужно обратить внимание и что можно попробовать. Это вот оно такое очень конденсированное все в лекции, да. То же самое там про тирофорум, то же самое про обработку текста. За полтора часа вы не научитесь обрабатывать текст. Но вы поймете, что есть определенный набор приемов, если вы будете их практиковать постоянно, да, в своей работе, то вы сможете через какое-то время свободно трансформировать и свободно генерировать машиночитаемый текст в тот момент, когда вам это нужно. И в этом цель, собственно, а не цель, что вы через послушаете полтора часа курс и начнете писать Ansible автоматически. У нас сейчас есть инструменты, которые нам позволяют писать код при помощи АИ, машинного обучения и так далее. Ну, если вы не понимаете, что именно у вас, да, что у вас именно выходит из ГПТ, я недавно имел замечательный опыт, я захотел себе написать экстрактор из календаря на повершеле. Вот. Ну, как бы, ну, классно работает, да, то есть он там сразу же генерирует там какие-то библиотеки, там, не надо ходить искать библиотеки, там, что где, короче, расположено, сразу понятно, что откуда сливать, да. Ну, вот, когда оно приходит именно к логике, которая нужна, да, то есть там есть логика, вот хочу там, например, достать все записи там, а какие-то из них выбросить. И там уже надо все еще следить за тем, что пишет там на ГПТ. И то же самое, в общем-то, в любом подходе, да, то есть там нагенерить, накодировать код может любой, да, то есть там большого ума не надо. Да, да, даже, ну, безопасность – это как бы все еще пятое дело. Вопрос в том, что накодировать у нас много кодеров, да, то есть кодеры у нас есть из наших стран, из азиатских стран, их большое количество. А вот людей, которые понимают, зачем это происходит, вот, мне хотелось бы, чтобы после этого курса вы могли ответить достаточно четко на вопрос, зачем вот вы делаете вот это здесь, а почему вот это вы не делаете. Вот, ну, на это, в общем-то, все, вся ориентация идет. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, буду рад вас видеть на курсе, обращайтесь. Можно ко мне и напрямую обращаться тоже. Вот, я думаю, найти меня просто можно и на отусе, и в интернете. И буду очень сильно рад и студентам, всегда это общение интересное. Все мы учимся чему-то новому. Хорошего вечера.